А может страховая компания какая-нибудь? Ребята, может быть производитель бутсы это или еще что-то какое-то? Левая, правая, может быть. Добавил работу, ему пришлось что-то делать регулярно. Рисовать что-то. Дальнейшее мыло как разуждение. Почему буклет? Потому что он создает новую котировку. Новая котировка будет или не будет бросаться опять Алекс Мергисон, допустим. Может там крупная компания? Там вполне возможно, что многие зарегистрировали. Ставки на то, чтобы кто-то поест бутерброд во время матча. Да, значит, начали приходить неожиданно. Это есть Ван Викторович. Что-то с производителем. Конкретный случай, 15.02.2003, о чем-то нам говорит. Не, не, просто реальный кистец, он там рассек лобку этого. Не знаю, день святого. Почему имена именно? Феркусы именно в Бекхама? Просто ситуация описается. Да, да, просто там капитана команды. Что он еще регулярно начал делать? А может аукционный центр, например, какой-нибудь? Аукцион? И потом этой бутсы на аукцион выставили? Да, это один раз. В Гонконге есть какой-то известный. Почему Гонконг? Он добавил работу конкретно один случай. Потому что мне не нравится беттинг. Да, беттинг в Англии основной. Почему в Гонконге? В Гонконге тоже много беттинга, конечно. Можно аукционным учреждением называть? Нет, не аукционным. Итак, тишина за столом. 3-1. Кто отвечает? Пробую это именно ответить. Ну, как бы, в отличие от Роушан, у нас нет четкой версии. Идея в том, что мы предполагаем, что это какое-то событие, и оно, возможно, будет повторяться и в будущем. И поэтому, почему бы из этого не сделать какую-то котировку, какую-то, как бы, то, на что можно поставить деньги, выиграть или поиграть. То есть, он составил... Внимание, правильный ответ. Господин Аскеров, подождите. Не надо. Не надо, господин Аскеров. Эмин, я вас понял. Иначе не стал бы вас перебивать. Эмин, вот было сказано, что произошло это в Манчестере. Но почему-то потом я сказал, что в Гонконге, в отличие от Лондона, то есть, это учреждение есть и в Лондоне. На эту ситуацию отреагировали не только журналисты. Посмотрите на экран. Сэр Алекс Фергюсон попал бутсы в лицо Дэвида Бекхэму, и шипы рассекли футболисту бровь. Фотографии сразу попали в прессу. Чтобы образ футболиста соответствовал реальному, в Гонконгском музее Мадам Тюссо в срочном порядке сделали ссадину и восковой фигуре Бекхэма. Таким образом, в музее Мадам Тюссо в Гонконге увековечили этот инцидент. А в Лондоне? Нет. 3-2 в пользу команды знатоков. Эльдариз Рустамов заработал 200 монадов от Капиталбанка. Отличный был вопрос, да, госпожа Фарзалиева? Да. Как ваше настроение теперь? Лучше, лучше, намного лучше. Господин хранитель традиций, скажите, я не нарушил правила, отговорив Муршуда объявлять цейтнот? Господин Медушин, объявлять цейтнот это права Муршуда. Но ведущий может вмешиваться в этот процесс, как вы считаете? Судя по всему, ведущий может во всем вмешиваться, господин Медушин. Мы были свидетелями. То есть вы меня упрекаете? Не, не, что вы, господин Медушин. Госпожа Иманзаде. Да, господин Медушин. Я было поверил, что у вас легкая нога, но теперь стал сомневаться. Шестой раунд. Господин Медушин, Ровшан Аскеров может вернуться? Да, конечно, господин Аскеров, возвращайтесь. Волонтаристским способом решили команду и минуты, и очка. Вообще хамство с вашей стороны. И прошлый раунд не спасли, господин Аскеров. Да и в этом не помогли. А если бы вы остались за столом, если бы вы не нарушали правила, господин Гроссмейстер. Пока еще Гроссмейстер. Вы пытались Таиру подсказать. Не спорьте, Ровшан. Это видела вся страна. Вся страна видела, как вы пытались Таиру подсказать. Вильнюс. Счет 3-2. Становится интереснее. Против знатоков играет менеджер Рамунас Борейко. Господин Рассел Зада, компания Нильсон изучает интересы американских телезрителей середины прошлого века. За прошедшее время методы и правила измерения рейтинга неоднократно изменялись. Но и тогда, и сейчас мнение новых респондентов в течение первых трех месяцев не учитывается. Внимание, вопрос. Как компания объясняет этот принцип? Время. Чтобы не обманывали просто. Почему мнение новых? Это коробочка, которая перед телевизором. Они смотрят все подверг. Чтобы отмошенничать. Новая это что значит? Новая это что значит? Новая семья появилась. Почему новая? Или телевизор ты только себе купил? Но они же не всех измеряют. Они измеряют какую-то конкретную выборку. Почему это могут быть постоянные юзеры, которые сейчас попали в выборку? Чтобы они привыкли просто к этой вещи. Чтобы они привыкли и забыли, как эта вещь перестала. Чтобы она была подсознательна, а несознательна. Да, вот смотрите. Клевые вещи. Да, да. Типа мы умны. Давайте посмотрим свою National Geographic. Чтобы стараться создать то, что на самом деле это происходит. И в первое время они смотрят, что где когда, а потом начинают смотреть, что где. Потому что хотят, чтобы от них сложилось какое-то мнение, не то, которое есть на самом деле. Они когда понимают, что это все равно выборка и этот, они реально забывают. Они забывают. Но привыкают. Понятно, что всю жизнь не будешь так делать. За три месяца они становятся более естественными. Да, ну ты не будешь всю жизнь так делать. Выбор становится более... Чего на три месяца? Все правильно. Ну, примерно. Ответит Альман Талыбов, господин ведущий. Да, господин Талыбов. Нам кажется, что три месяца нужны, чтобы новые участники, респонденты, они привыкли к этому аппарату, который установлен у них дома. Что означает привыкли? Это означает, да, это я пытался, сейчас попытаюсь объяснить. Это означает, что первое время, скорее всего, люди будут пытаться смотреть, так сказать, более умные передачи, чтобы создать себе более хороший имидж. Потому что это для них новая вещь. Они знают, что за ними наблюдают, что считают, что они смотрят. Поэтому они будут попытаться создать себе лучший имидж. Но через какое-то время, естественно, и вкусы побеждают, и люди привыкают уже к тому, что их обмеряют. И поэтому переходят на свой нормальный выбор. И поэтому нужен этот трехмесячный период. Ваш ответ понятен. Господин Мусаев, а какие еще версии были? Мне настолько понравилась эта версия, что я, если честно, уже не помню остальных. В команде сегодня три опытных капитана. Господин Аскеров, а вам другие версии запомнились? Нет. Хотя бы одна? Нет. А вам, господин Аруджев? Я сегодня как капитана съезжу. Поэтому я все капитанство на тайре. Я версии не отслеживаю. Я придумал. Внимание, правильный ответ. Да. Многолетний опыт аналитиков в компании показывает, господин Талыбов, что в течение первых месяцев люди, зная, что за ними наблюдают, смотрят не то, что привыкли смотреть, а то, что может выставить их в лучшем, по их мнению, свете. Но примерно через три месяца притворство надоедает людям, а некоторые и забывают, что за ними следят, и возвращаются к привычным телепередачам. Браво, господин Талыбов. 4-2. Но считаю необходимым ответить, что по Сальману Талыбову, если так можно выразиться, дал Эмин Расул Заде. Да, господин Расул Заде? Я не помню. А вы какие программы смотрите, Эмин? Я не смотрю телевизор. Вообще не смотрите? А вы, господин Талыбов? Ну, что, где, когда стараюсь смотреть. Седьмой раунд. Муршот, мне продолжать вам помогать, или вы сами объявите, когда следует будет объявить? Ну, я собираюсь, но если можно как-то намекнить или что, ну... Кого будем удалять в этом? Я буду не против. Ну, храническая традиция молчит, и я делаю свое дело на радость госпожи Фарзалиевой. И госпожа Мазаде тоже вроде не возражает. По стрелке. По стрелке Сунжа. Против знатоков играет программист Руслан Галаев. Господин Мусаев, вы любите выезжать на пляж? Когда есть такая возможность, да. Один или с семьей, как обычно? С семьей, конечно. Таир, на пляжах Бразилии иногда можно услышать, как кто-то начинает хлопать в ладоши. Услышав это, люди, находящиеся рядом, тоже начинают хлопать вместе с ними. Внимание, вопрос. Да для чего это делается? Время. Досрочный ответ, господин ведущий. Кто отвечает? Эмин Рассул задай. Я это не смотрел в телевизоре, но... Это такое обычай. Если теряется ребенок, чтобы вызвать... создать сигнал, что ребенок потерялся, начинают хлопать. И родители, естественно, подбегают. Это сигнал о том, что ребенок потерян, он находится в конкретном месте пляжа. Вот так. Почему хлопают, а не кричат, например? Ну, не знаю, потому что там криков много, все играют в футбол, плавают, а хлопок — это неординарный звук, он вызывает какой-то рефлекс. То есть если... Если ребенок потерян, если надо привлечь внимание родителей, что ребенок находится вот здесь, в эпицентре хлопков, скажем так. То есть вы считаете, что если... Если бы вы крикнули о том, что вот здесь ребенок, да? Я не считаю, что... Бесхозный, да? Нет, я считаю, что хлопают, потому что привлечь родителей. То, что дальше, я не хочу домысливать. Не надо меня раскачивать. Эмин, давайте... Вот очень важный принципиальный момент. 4-2. Абсолютно тишина в зале. Эмин, снова. Еще раз. Еще раз. Когда кто-то обнаруживает потерявшегося ребенка, он начинает хлопать. Где? На пляже? На пляже, разумеется. Ребенка. Да. Так как один человек хлопает, наверное, не очень сильно, остальные видят, что какая-то ситуация, такая вот ситуация возникла, присоединяются к этому хлопку. А если кто-то хлопает сильно, то тогда другие что делают? Тоже присоединяются. Кашу-масло не испортишь. Все равно. Ну, господин Эсмалзаде. 5-2. Да! 5-2. Плюс одна дополнительная минута на обсуждение. Господин Эсмалзаде Традиции. Счет 5-2. И ясно, что я воспользуюсь паузой, объявлю рекламную паузу чуть позже. Но знаете, какая история? Игра принципиальная, да? У нас, согласно правилам, четыре команды в прошлом году должны были пропустить этот сезон. Мы сделали небольшое, скажем так, изменение и допустили, допустили, скажем, возможность спасения этих четырех команд и согласились на эту игру. Можем мы сегодня тоже слегка изменить правила? Давайте сначала с этого начнем. Да или нет? Вы знаете, в прошлом году, когда мы говорили об этом, мы сказали, что в уставе нашем написано, что во время игры правила могут меняться. Во время года правила могут меняться. В связи с этими поменялись. А вот в течение самой игры правила могут быть изменены или нет? Ну, год и игра, они нельзя отделять звука от звука, я думаю. Знаете, в чем дело? Дело в том, что вопрос Муршуда Исмал Заде, капитана команды телезрителей, ведь он сегодня рискует пропустить сезон. Если сегодня команда телезрителей проиграет, у них будет новый капитан. Новый капитан. Да и вопрос госпожи Мустафаевой. Эти два вопроса остались с финала года. Муршуд и госпожа Мустафаева сегодня в зале. Почему бы нам не сыграть? Почему бы нам не... Волчок сегодня помогает знатокам. Я хочу поработать вместо Волчка два раунда подряд. Как вы считаете, я могу такое себе позволить или это произвол? Там господин Фараджулаев пытается что-то подсказать. Да, господин ведущий, есть базовые правила, такие, да, которые менять... Хорошо, я вас понял. Госпожа Фарзалиева, вы меня поддержите? Я да. Вы да. Госпожа Иманзады, а вы что скажете? Насколько я понимаю, команда не против. Я спрошу у команды еще. Ваше мнение мне интересно. Я была бы против. Вы против. Но Фуат всегда со мной соглашался. Я рад, что вы против. Итак, господин Кази, вы возражать не станете? Я тоже против. Вы тоже против. Тайр, у вас очень сильная команда, сборная клуба. Я в начале игры сказал, что, возможно, это самый сильный состав, что был у нас в клубе за все эти годы. Скажите, что вы по этому поводу думаете? Господин ведущий, конечно, это такой интересный прецедент менять правила во время игры. То есть, если это будет каким-то исключением и дальнейшие игры команд не пострадают от нашей. Я не против, но с одной оговоркой. Мне кажется, господин Исмаил Заде может тоже что-то поставить. Допустим, больше не брать сейтнот на этой игре. Но зато мы сыграем его вопрос. Господин Исмаил Заде, что вы скажете? Я думаю, что спасибо, конечно, но если бы в этой ситуации были бы знатоки, так было бы считаться как поблажка, они бы не согласились. Я тоже думаю, будем продолжать игру как есть. Покажите игровой стол мне, так, чтобы я понимал. Там Санкт-Петербург на очереди, да? Вероятно, все сыграет вопросы из Санкт-Петербурга. Давайте пока сложная ситуация. Вы знаете, мне сложно. На самом деле, конечно, я разные решения все эти годы принимал, но чтобы против волчка пойти, это, конечно, смелости мне пока, пока еще не хватает, но может после рекламной паузы что-то изменится. Есть у нас время подумать, стоит у вас и у меня. И у вас, господин Исмаил Заде, чтобы передумать. Рекламная пауза. Уважаемые телезрители, участие в сезоне команд Мамеда Ализадена, Армины Скендеровой, Джалалу Руджева и Ровшана Аскерова не зависит от результата сегодняшней игры. В случае успеха знатоков сегодня, они очень близки к победе. Как я уже отмечал ранее, команды Мусаева, Наджахли Мирзалиева и Арзаева тоже сыграют в этом году. В этом сезоне также примет участие команда новичок. Это команда Лалы Бабаевой. Госпожа Бабаева, добрый вечер. Господин Хранитель Традиции, как вы считаете, какой из госпожи Бабаевой получится капитан? Почему даже думать, господин Мирзалченко? Хороший капитан получится из Лалы или нет? Она еще не капитанила, она играет столько лет в клубе. Она прокапитает и нам всем это понравится. Нам всем это понравится. Госпожа Бабаева, а вы бы на месте знатоков рискнули бы сыграть против капитана команды телезрителей? Да. Таня, что вы скажете? Господин ведущий, во время рекламной паузы мне команда напомнила, что у Муршуда есть...